Всем привет, с вами Гаврил и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Лича, его название Frozen Star. И давайте рассмотрим модель нашего Лича. Вот такой у нас довольно-таки симпатичный, магический, ледяной дядька. Что хотел бы сказать по поводу данного комплекта. Это на данный момент самый последний из трех существующих сетов на Лича, который идет вместе с билетом девятого сезона StarLadder, который, кстати, сейчас можно приобрести. Кроме того, хотел бы отметить, что у данного сета имеется три стиля. Что по поводу стилей. Приобретая билет, вы получаете, ну как бы, сет неоткрытый. После того, как вы просмотрите 75 игр девятого сезона, вы можете изменить данный комплект. И после того, как вы просмотрите 150 игр, вы сможете полностью открыть сет. И у вас перед глазами будет, собственно, такая картина. Хотел бы добавить такую вещь. Ну вот, давайте отойдем маленько от обзора сета. Имеется такая существенная недоработка, баг. Не знаю, кому он принадлежит. Или StarLadder, но скорее всего это принадлежит Valve, что... Ну вот, мне не нравится, как открывается этот сет. То есть, претензий нет к StarLadder, что 150 игр надо посмотреть. Я считаю, что, да, нужно весомую часть посмотреть игр, чтобы открыть сет полностью. Но на одном аккаунте можно открывать... Вот давайте посмотрим инвентарь. У нас, вот смотрите, по вертикали идет 10 клеточек, по горизонтали 6. То есть, если... Так, это у нас будет 60 клеточек на одной странице. Если умножить на 14 страниц, то это получится у нас... Так, сейчас посчитаю. 840 всего клеточек. И если поделить на количество открываемых вещей сета, это будет... Ну вот, 3 вещи. У нас вот эта вещь не открывается. Получится 280. То есть, 280 сетов одновременно можно открывать на одном билете, так сказать, на одном аккаунте. А на трех аккаунтах можно гораздо больше еще открыть. Ну, как бы, это понятно. Чем больше аккаунтов, тем больше мы открываем. Но я считаю, что это грубейшее нарушение. Нельзя допускать такое. Надо что-то в этом плане менять. То есть, я считаю, что человек, как бы, вот только так может открывать. Только у себя на аккаунте один сет и не более. Иначе это, как бы, приводит к... Ну, к таким своеобразным вещам, что сет становится не такой редкий, не такой... Не таким дорогим он может быть. Ну, ладно. Это такое было отвлечение. Я надеюсь, может быть, Каспер когда-нибудь это увидит. Или Свелф ребята увидят и изменят что-нибудь. Давайте продолжим по поводу самого сета. Мне нравится этот комплект. По ряду причин. Мне нравится модель полностью леча. Он очень симпатичный и меняется полностью со стандартно синего, так сказать, на розово-красного вот такого леча. Мне нравятся модели вещей. Нравятся текстуры этих вещей. Ну, в игре подробненько посмотрим, как что выглядит на примере всех, так сказать, комплектов. Данный сет состоит из четырех вещей. Одной мификал части, одной рарки, одной анкомонки и одной комонки. Как я говорил, у нас можно открывать только вот вещи в стиле, только в этих трех вещах. Ну, давайте посмотрим, как выглядит леч в игре. Вот такие у нас лечи. Похожи на куличи. На самом деле не похожи. Давайте вот так приблизим и будем подробно разбирать. Вот это у нас представлен неоткрытый сет, полуоткрытый сет, открытый сет и, естественно, то есть, соответственно, стандартный скин. Давайте для начала, ну вот, можете пока смотреть, как различаются неоткрытый, полуоткрытый, открытый. А мы пока разберем различия между стандартного и полного сета. Сразу хотел бы отметить и повториться, что мне нравится модель полностью, что она у нас полностью изменяется. То есть, вот как вы можете наблюдать, здесь синий, такой заключенный лич, а здесь роскошный дядька. Чем-то он мне напоминает Америку, наверное, из-за вот этого кокошника, который напоминает голову статуи свободы. Ну и как бы все вещи такие довольно-таки прикольные. Как вы можете наблюдать, с открытием стилей у нас изменяются вещи. Но давайте сначала разберем кокошник. То есть, у нас здесь он просто кокошник, здесь у нас появляются два шипа. А здесь три такие, ну, треугольничка. То есть, такая корона получается. Правда, здесь есть минус. Позже мы разберем. На груди у нас меняются ленточки. Сначала они у нас короткие, потом маленько длиннее. Потом такие же длинные, но здесь появляется немножко полушубок такой. И в голове здесь такая защитка появляется. И также нижняя часть леча тоже меняется. Сначала у нас одна ленточка, потом появляются две ленточки сзади и две ленточки спереди. Ну, спереди мы достаточно много рассмотрели лечей. Давайте посмотрим, как они выглядят сзади. Выглядят они у нас вот так. То есть, можете обратить внимание, что кокошники разные. Мне нравится этот кокошник. Так сказать, вот это металлическое кольцо. Оно, на мой взгляд, гораздо симпатичнее выглядит, чем вот эти непонятные лечевые корни. Ну, и обратите внимание, как выглядят вот эти юбки леча. То есть, один лепесток, добавляются два лепестка, которые в полном открытии такие же. Ну, и как бы спереди вот эти два голубеньких еще добавляются. Ну, пожалуй, больше нечего в спинах разбирать. Давайте еще рассмотрим модельки иконок наших лечей. Сначала разберем сетовую и стандартную. То есть, вот сетовая, с кокошником. Здесь защитка у нас. И маленько зубик видно. И стандартный скин. Такой окаянный леч. С лечевыми корнями, которые меня очень раздражают. Так, и минус, о котором я хотел бы сказать. Вот у нас изменяется в иконке вот эта грудь и вот этот кокошник. Ну, вот мне как бы не то, чтобы раздражает, но я считаю, что серьезное допущение, что у нас вот эта часть, которая как бы представляет голову, она мификал. Но она практически не изменяется по сравнению. Ну, вот как неоткрытый комплект, полуоткрытый комплект. Вот у нас появляется вот эта шубка, но она не относится к мификал части. И полностью открытый, полностью открытый, полностью... Вот, полностью открытый. Вот, полуоткрытый, полностью открытый. А, не могу нажать. Лечи практически одинаковые. То есть, мы не видим вот этих зубьев кокошника. Я считаю, это как бы, ну, ошибка. Ну, и, наконец, я хотел бы маленько добавить рассуждений по поводу билета. Надеюсь, может быть, ребята со Старладера меня услышат. Я как бы считаю, что цена на билет девятого сезона довольно-таки завышена. Она составляет 321 рубль. Я считаю, что это дорого для данного комплекта. Конечно, билет это хорошо. Сет классный сделали. Это все здорово. Но, все равно дорого. Вы можете сказать, что добавили загрузочные экраны. Но, к сожалению, я хочу сказать вам, что... Эти загрузочные экраны... Ну, опять же, недоработанные. Они красивые. То есть, налича мне не очень нравится. Я считаю, что слабенько сделали. Вот, звезда Старладера, она выглядит круто. Но на мониторе 23-дюймовом выглядит это все ужасно. А если у кого-то, наверное, 27-й, ну, 27-ка, я считаю... Ну, не считаю, а предполагаю, что выглядит это еще хуже. То есть, вот если на маленьком мониторе это все классно выглядит, а на большом плохо. То есть, надо как-то это изменить, доработать. Я считаю, что это возможно. Ну, это вот, что касаемо завышенной цены билета. Я думаю, ее можно было сделать, ну, на процентов 30 меньше. Не знаю, с чем это связано. Не буду сильно судить организаторов. Я, как бы, не организатор. Не знаю, с какими проблемами сталкиваются. Но считаю, что дороговато. Ну, а на этом все. Как бы, одобряю данный комплект. Если гоняете из лича, покупайте билет. Еще есть возможность. Скоро будут финалы. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok